Рассматривая отношения, приведенные к третьей нормальной форме, мы не рассматривали случаи взаимодействия потенциальных ключей между собой. При этом могут возникнуть ситуации, когда какая-то часть потенциального ключа зависит от другой части потенциального ключа. И это говорит о том, что не каждый потенциальный ключ целиком может являться детерминатом. Рассматривая отношения в третьей нормальной форме, мы не останавливались подробно на взаимодействиях различных детерминантов, в случаях, если этих детерминантов отношений несколько. Может случиться так, что не каждый детерминант будет являться потенциальным ключом, то есть не сможет целиком определить кортеж в данном отношении. В этом случае может возникнуть нарушение функциональной зависимости внутри этого детерминанта. Для того, чтобы избежать таких аномалий, было введено более строгое требование к третьей нормальной форме. И оно получило название нормальной формы Бойса-Кода. Для того, чтобы отношение находилось в нормальной форме Бойса-Кода, необходимо рассмотреть каждый детерминант и убедиться, что этот детерминант полностью является потенциальным ключом, то есть однозначно определяет кортеж в таблице. Если же среди детерминантов есть непотенциальные ключи, то их следует выделить в отдельную сущность, для того, чтобы сохранить целостность данных в случае обновлений. Другим вариантом приведения отношения к нормальной форме Бойса-Кода является вариант убрать все лишние ключи, оставив только один первичный ключ на отношение. При этом также должны выполняться и требования к предыдущим нормальным формам, то есть оставшийся единственный первичный ключ должен также быть и единственным детерминантом, от которого зависят все остальные атрибуты, оставшиеся в отношении. Данный способ является одним из наиболее простых, так как позволяет не рассматривать все различные детерминанты, а сузить их множество к одному.